Сегодня женщина одна задала такой вопрос. Из-за какой ошибки мы теряем уверенность в себе? Из-за какой ошибки человек теряет уверенность в себе? Ответить на этот вопрос несложно. Уверенность в себе у человека обозначается наличием у него знаний о себе. Или эти знания о себе, они создают уверенность. И влияние чужих знаний, которые внушаются человеку о нем, создают в нем неуверенность. Именно поэтому я все время говорю, человек должен осознавать себя и знать, что кому он не нравится, у того нет вкуса. Кому не нравится, как он думает, тот пусть думает сам, как хочет. Кому не нравится, как он выглядит, у того нет вкуса видеть то, что вы хотите. Сохраняйте свою индивидуальность. Верьте в то, что ваша индивидуальность красива в ее неповторимости и необычности. То есть старайтесь не подвергаться тому, что называется воздействие других людей. Уверенность в себе обозначена тем, насколько человек знает о себе много. То есть человек говорит, я уверен в том, что я буду умным. Почему? Я в институте учился. Я уверен, что я всегда буду красивый. Почему? У меня много ухажеров. То есть, видите, знания обуславливают у человека самоуверенность. Таким образом, увеличивая количество знаний в любых областях, человек становится более уверенным не только в областях, а еще и по отношению к себе. Второй вопрос. Как справиться с низкой самооценкой? Никогда, запомните, для эзотерика это очень важно, это закон эзотерики, никогда запомните, не оценивайте свою жизнь. Не принимайте чужую ложь по отношению к себе. Почему? У каждого жизнь своя. Если вам человек говорит, ты какашка, все какашки. Почему? Мы живем в одном социуме, знаете, ни лучше и ни хуже. Если человек говорит, ты плохая, я хороший. Не бывает ни плохих, ни хороших. Почему? Не бывает идеальных людей. Поэтому, в случае, если кто-то хорош в чем-то, то в чем-то он будет нехорош. А если он будет в чем-то нехорош, то он обязательно в чем-то будет хорош. Поэтому, однозначно, как не бывает совершенно плохих людей, однозначно не бывает и совершенно хороших. Кстати, я почему-то сегодня на Достоевского съехал, в этой же книге, по-моему, «Идиоте», были еще слова. Эти слова звучали так, что каждое зло или каждое преступление, которое совершается, оно имеет доброе начало. И там очень много об этом говорится. Я согласен с этим. Я согласен с этим. Так что, князь Мышкин, которого споймали две кошки, оказывается, мог многому научить людей и человечеству. И вот как раз там есть такой нюанс в этой книге. Это нюанс, который был связан с тем, что было сказано, что у каждого плохого поступка не может быть плохой задачи. Потому что любой плохой поступок, он имеет благородную и хорошую первопричину. То есть, там, помочь себе, помочь близким, выжить или еще что-то сделать, там, построить семью. Ну, представляете, как сказал Гетте в книге «Фауст», он сказал, «Я тот, кто вечно искал зло, но что бы я ни делал, получалось благо». И, конечно же, так же получается у людей. И очень часто люди, которые стараются сделать доброе для другого человека, в итоге делают для него зло. И очень часто люди, которые могут навредить человеку и думают, что они делают зло, они могут создать добро. Почему? Мир переменчив. И люди до конца не понимают, потому что они не знакомы с законами эзотерики, они не понимают общей картины и очень часто совершают, ну, вот, совершенно непонятные для себя поступки и потом несут за это.